всем привет с вами баргунин и вы привыкли на моем канале видеть разоблачение и негативные стороны бодибилдинга кто-то считает что я такие ролики снимаю потому что сам в свое время не мог накачаться и на этой энергии от психологической травмы до сих пор снимаю подобные ролики накачался ли я в то время или нет это субъективный вопрос и решать не мне но сегодня будет как раз таки положительный ролик я снимаю их редко потому что они мало набирают просмотра люди привыкли к скандалам интригам расследованиям и тому подобному а я всегда говорил что снимаю 10 лет на youtube канале только потому что мне нужно заработать день мы все в жизни ищем легкий способ заработка в интернете с позиции того что у нас получается лучше всего на данный отрезок времени как я сказал сегодня сделаем исключение вам покажу такого атлета на которого стоит равняться многим кто занимается бодибилдингом потому что у него точно нет синтола или его подобия и вообще каких-либо проблем со здоровьем визуальных дефектов которые бы отталкивали любители фитнеса и бодибилдинг я понимаю что ролик мало соберет но мне очень хотелось бы передать свои эмоции восхищения вам от этого атлет поэтому обязательно наставьте как можно больше лайков и напишите много комментариев если активности будет много этот ролик наберет хотя бы наравне с остальными то я будут подобные темы снимать чаще потому что хороших атлетов о которых стоит рассказать действительно очень много возвращаясь к заработку напоминаю что мой проект по заработку работает уже шестой год каждый день и вас она будет вопрос зачем я рекламирую что-либо есть могу на этом зарабатывать сам да очень просто я продаю определенный спектр услуг много клиентов соответственно мой доход кратно увеличивается но если взять отдельного гражданина если у него получается зарабатывать некоторое количество денег 100 200 300 тысяч месяца считает а более чем хороший доход поэтому я уже давно этим занимаюсь у меня большая команда подписчиков которые со мной зарабатывали или зарабатывают данный момент напоминаю что абсолютно каждому я гарантирую реальный результат кто докажет мне что мои проекте невозможно заработать большие деньги готов выплатить полмиллиона рублей но так как мой ресурс не резиновый доступ через неделю закроется навсегда все ссылки на мой проект по заработку интернете будут в описании и закрепленном комментарии у если бисерс по кличке голландский дуб родился 6 мая 1993 года в остерхауте нидерланды подрастая он участвовал в различных спортивных мероприятиях включая футбол и плавание именно в подростковом возрасте он открыл в себе страсть к бодибилдингу уэсли начал тренироваться в 14 лет и в конечном итоге выбрал бодибилдинг как профессию однако прогресс в первые годы не был желаемым поскольку уэсли еще не был уверен собирается ли продолжить карьеру в этом спорте вот как он вспоминает то время цитирую я думал что это не мое но через несколько лет я начал замечать рост мышц на своем теле и вот тогда это начинает приносить удовольствие потому что тогда ты понимаешь о что-то действительно происходит когда я тренируюсь в спортзале так что я иду дальше ты становишься сильнее и это просто накапливается само собой на фото котлету 20 лет и его вид фантастический мало ком так можно сказать из бодибилдеров в молодые годы уэсли висерс всегда ценил телосложение бодибилдеров золотой эры которые характеризовались великолепной эстетикой и пропорциями кроме того они были намного приятнее для глаз поскольку размер не был главной целью или критерием победы на соревновательной сцене в сегодняшнем сценарии бодибилдинга дивизион classic physique ближе всего подходит к идее телосложения золотой эры уэсли хотел построить похожий тип телосложения и всегда чувствовал что дивизион classic physique предоставит ему возможность сделать это но не все идет так как хочется и висерсу потребовалось много времени прежде чем он смог участвовать в соревнованиях высокого уровня после почти семи лет тренировок уэсли висерс начал свою карьеру бодибилдера выиграв flex cup 2013 и 14 годах в мужском открытом дивизионе путь висерса в бодибилдинге начался с любительского участия он начал с местных шоу по бодибилдингу и быстро прославился благодаря своему впечатляющему телосложению и сценическому поведению продолжая участвовать в соревнованиях и набираться опыта он привлек внимание профессионалов отрасли и начал получать предложение участвовать в соревнованиях более высокого уровня 2016 году висерс принял решение стать профессионалом и выступать на международной арене это стало важной вехой в его карьере поскольку теперь у него появилась возможность соревноваться с лучшими он посвятил себя интенсивным тренировкам и строгой диете доводя свое тело до предела чтобы достичь своих целей несмотря на свой относительно молодой возраст в 31 год у него уже огромный послужной список с турнирами где практически везде занимал первое место в том числе где получил про карту в 2018 году по его словам это было первое шоу классик физик в европе говоря о своем переходе классик физик он сказал это была идеальная возможность перейти супер тяжелого веса в котором я был в нидерландах чтобы заняться тем что я действительно хотел это выступать в категории классик физик первое крупное выступление висерса бодибилдинге состоялась на чикаго про 2018 года и он с блеском прошел его одержав победу висерс дебютировал на мистер олимпе 2020 году и занял 11 место хоть он не пробился высшие эшелоны котлет получил необходимый опыт соревнований на самой большой сцене бодибилдинга он вернулся сильнее заняв призовое место на мистер big evolution pro в португалии двадцать первого года и одержав победу на польском про турнире того же года голландский бодибилдер продолжал наращивать темп в течение следующих нескольких лет выиграв несколько профессиональных шоу и улучшив свои позиции на сцене мистер олимпия 2023 году висерс занял седьмое место на мистер олимпия на ней рамон дина был второй но не прошло и года как наступил арнольд классик 2024 где уэсли стал первым обойдя рамона честно говоря я думаю что рамон больше не сможет меня победить сегодня я видел как он сделал двойной подъем на бицепс если я смотрю на себя со стороны то все кто ниже меня ростом говорят оу уэсли намного лучше но другие говорят забудьте про уэсли посмотрите на рамона и так будет всегда как на последней олимпиаде с крисом и рамоном но я смотрю эти кадры думаю если это рамон сейчас то я точно его по а теперь есть арнольд и это значит что мое телосложение действительно может произвести впечатление она победила рамона и это придает мне уверенность так что получается единственный кто остался это крис которого еще никогда не сравнивали напрямую с другими это будет очень интересная битва но я уже несколько раз говорил что хочу устроить крису самую сложную битву которая у него когда-либо была на олимпиаде поэтому фото вы можете заметить что мышцы не пришли к весле сразу это многолетний размеренный и терпеливый труд помноженный на десятилетия это не малолетки химики которые быстро раздуваются и также быстро кончают так и не выйдя на сцену телосложение висарса это нечто действительно необычное потому что он создал по-настоящему классический облик который многие стремятся повторить с великолепными пропорциями огромной мышечной массой и потрясающей кондиции и все это удалось добиться при росте 188 сантиметров что является высоким показателем для бодибилдера большой рост также может значительно затруднить набор мышечной массы но если построил довольно хорошее телосложение для своего роста а мы с вами знаем как трудно при высоком росте быть ровным и объемным даже если это не затрудняет набор мышечной массы однако всем очевидно что атлет при росте 170 сантиметров если наберет 10 килограммов мышц то чтобы такой же визуальный эффект был у атлета 190 сантиметров ему надо набрать все 15 а то и 20 килограммов самый наглядный пример когда высокий рост становится утопией это грег ковач ростом 190 сантиметров он на сцене весил около 150 килограммов при этом всерал всем кому только можно и в итоге умер в 43 года от остановки сердца из ныне существующих атлетов это сергей данилов российский бодибилдер ростом около 185 сантиметров на сцене если я не ошибаюсь он весит около ста тридцати пяти килограммов а теперь посмотрите на ронни коллмана который весил 125 135 джей катлера 122 127 на сцене фил хита 112 120 на сцене и дексера джексона который весил от 100 до 109 килограммов на сцене все они были мистерами олимпии посмотрите на них и на данилова и вы сразу поймете что данилов очень мышечный атлет спору нет но генетика и рост и длина конечности ширина таза ширина плечевого пояса играет огромную роль и какой бы у вас тренер и сколько вы мышечной массы не было вы все равно обращены на провалы быть за топ-10 потому что если вас генетика говно нужно быть объективным чтобы сказать это человеку в лицо или сказать это даже на видеоролике поэтому многие таких как сергеев даниловых расхваливают горшу все все вот 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 получится но скорее всего у него наступит еще один инфаркт и все закончится плохо нежели он попадет на олимпию именно в топ-5 ну или хотя бы топ-10 я привык всегда говорить в цвет в своих роликах вы знаете и за счет этого меня многие смотрят поэтому у многих судьба грега ковача потому что они рано или поздно себя доведут до такого состояния что умрут раньше времени я сам это на себе проходил когда был студентом был у нас кочка ростом 165 сантиметров который вот на фотографиях выглядел намного пиже чем я при этом он не химичил а я уж там заряжался по полной программе на очень курсе на тот момент уже два года сидел весил около 100 килограммов но выглядел как говно понимаете вот и все и на сцену если нас двоих поставить ну там будет большой провал вот судейской точки зрения тренировочная программа интенсивная и насыщенная объемом висерс придерживается того силе тренировок который всегда нравится мне и который выстроен по принципу толкающей группы в один день тянущие в другой и ноги в третий например день толкающих задействует грудь плечи и трицепсы затем тянущие группы где прорабатывается спина бицепсы задний пучок дельт один ног задействует квадрицепсы и бицепсы ног приводящие ягодицы и икроножные это простая эффективная программа тренировок я в свое время много протестировал программ и могу сказать что именно такой формат позволяет добиться полноценного восстановления каждой мышечной группы особенно кстати это удобно я когда тренером работал клиентам давал именно такую программу потому что из-за их неопытности архи сложно сходу их научить тому чтобы они чувствовали нужную мышечную группу в работе поэтому когда например грудь в один день бицепс там плечи что-то еще что включает себя тянущие толкающие это становится большой проблем потому что при тренировке груди например так или иначе работает трицепс и плечи если вы их уже тренировали пару дней назад он не успев восстановиться опять получает нагрузку и из-за этого тяжело выстроить четкий режим восстановления и обеспечить рост мышц поэтому принцип толкаете не и ноги на мой взгляд лучшие и приятно когда видишь его у атлетов которые импонируют к тому же такой режим тренировок позволяет более детально проработать мышцы например у если это реализовано грамотно он в один день толкающих например включает различные вариации упражнений нажимы под углом то вниз то вверх головой то на обычной скамье чтобы проработать всю группу мышц верхней части тела участвующих в толкании то есть грудь и трицепс и плеч вместо того чтобы сосредотачиваться только на грудных мышцах помимо этого висерс выполняет изолирующие упражнения такие как разводка на тросах и разгибание рук на трицепсах чтобы изолировать мышцы и более эффективно добить толкающие мышцы и вызвать гипертрофию то же самое касается тянущих групп атлет стремится во всевозможных плоскостях проработать мышцы используя разные углы в упражнениях одним из заметных аспектов тренировок висерса в день подтягивания является тот факт что он по-прежнему использует гравитрон для подтягиваний вместо выполнения обычных подтягиваний собственным весом хотя большинство элитных поди билдеров способны подтягиваться без сторонней помощи он часто использует тренажер чтобы не полагаться на инерцию так как висерс имеет высокий рост и не совсем удачное крепление ягодичных что дает весьма скромный вид в задних позах ему приходится уделять особое внимание развитию нижней части тела в особенности задней поверхности бедра и ягодичных мышц чтобы убедиться что они не имеют недоразвитость долгое время бицепсы бедер фатально отставали от остальных мышечных групп и он потянул их приложив дополнительные усилия если считает что распределение энергии для более слабых частей тела в начале тренировки может быть более полезным большинство упражнений висерс начинает с относительно легких весов и постепенно увеличивает этот показатель в подходах с точки зрения техники голландский бодибилдер фокусируется на полном сокращении и полном растяжении в каждом повторении по его словам это отличный метод для оценки связи разума и мышц а также для стимуляции гипертрофии поэтому фанаты неразумного читинга вряд ли обрадуется когда поймут что многие элитные бодибилдеры качаются по технике с малыми весами и не занимаются эго лифтингом но котлет использует такие техники как дроп сеты супер сеты и другие чтобы увеличить интенсивность тренировок помимо всего избегание травм имеет первостепенное значение для карьеры данного атлета потерянное на восстановление после травм может отнять драгоценное время у его физической формы отбросить карьерный рост из ближайших примерах сейчас таким страдает михал крыжанок который убил свое плечо и сейчас вы занимается восстановление вместо того чтобы использовать свой уже немалый возраст для того чтобы прогрессировать дальше если висерс крайне осторожен в вопросах избежания травм 30-летний спортсмен уделяет значительное внимание разминки перед тренировками пример его тренировочные программы по принципу толка и тени и ноги сейчас перед вами на фотокарточках может кому нужно разнообразие тренировок можете попробовать и такой формат диета играет огромную роль в создании телосложения уэсли в межсезонье его план питания состоит из максимума около 5000 калорий это вам очередной пример того что такие как смаев которые едят по 12 тысяч калорий и считают что они худеют из-за их недостатка могут быть неправы и причиной может быть в проблемах со здоровьем работы желудочно-кишечного тракта или хронической усталости организма никогда не гонитесь законскими объемами еды и объемом тренировок самое важное тут это способность организма усваивать пищу и нагрузки и общее состояние тела его способность расти и прогрессировать если у вас проблемы с набором то больше объема еды не всегда даст вам нужного эффекта позаботьтесь о качестве жизни режима и того что вы едите уэсли висерс начинает свой день с сбалансированного приема пищи состоящего из здоровых порций жиров углеводов и белков его плотный график не позволяет ему есть полноценные сложные блюда в течение дня поэтому голландский бодибилдер включает свой рацион коктейли и закуски чтобы удовлетворить ежедневную потребность питания на разных этапах тренировок и диеты уэсли висерс полагается на разные источники пищи но на этапе поддержания сухой массы 31 летний мужчина в основном полагается на сывороточный протеин как на основной источник белка в своем рационе висерс потребляет большую часть углеводов клетчатки витаминов и других микроэлементов в первой половине дня блюда ближе к концу дня содержит много жиров и белков висерс говорит что это помогает ему избегать вздутия живота и поддерживать более узкую талию и того атлет имеет в течение дня 6 приемов пищи более подробный рацион с точки зрения ингредиентов будут на фотокарточках на ваших экранах может у кого трудности с разнообразием рациона вариант в если будет к месту обязательно подумайте насчет разнообразие питания тренировок и вообще образ жизни потому что если мы из года в год из месяца месяц сделаем все в точности одно и то же если мы берем питание рано или поздно вас будет расстройство пищевого поведения если вы тренируетесь по одинаковым программам или делаете что-то от звонка до звонка одно и то же у вас рано или поздно будут проблемы с головой у вас начнется нездоровое отвращение к вашему ремеслу я вот со всеми этими проблемами поверьте сталкивался знаю что это такое просто если вы будете на грани тренироваться упираться есть одно и то же считаю что так можно быстрее спрогрессировать рано или поздно вы просто сломаетесь и на этом может уйти не один месяц а то и год чтобы у вас в голове все поправилось или в желудочно-кишечном тракте вы просто потеряете Вашу драгоценную молодость и время Которую вы могли бы потратить на равномерную Прогрессию бодибилдинга, достигая Всего постепенно. Многие чемпионы Мистер Олимпия, вы заметите Их биография. Они очень долго доходили До той формы, которая привела их К чемпионству. А есть всякие Смаевы Вот эти вот молодая гвардия атлетов Многие атлеты из запада Которые очень быстро растут В период с 14 лет по 25 И они потом пропадают, потому что у них Начинаются проблемы с головой, со здоровьем Некоторые вообще не доживают и до 30 лет Вот, например, Бостин Ллойд, о котором я Недавно говорил. А кому нужны рисостероны Горчеболины, куриноболы и прочие Безостероны есть специальный сайт, где вы все Это можете достать. По промокоду ВАРК Вас ждет скидка. 10% Не только на первый заказ. Особое внимание Обращают те самые уколы для Похудения, которые, например, в аптеках Стоят 21 тысяч рублей при максимальной Дозировке на месяц. У них Полностью оригинальный препарат, который Даже в аптеке вы не найдете Из-за санкций и всего остального. В общем На 3 месяца при максимальной дозировке Вы потратите лишь 18 тысяч рублей А если по всему этому вам нужны Консультации по КТ-составлению курсов Или полноценное, например, годовое ведение Есть специалисты, которым я свое Здоровье доверяю. Я вас с ними сведу Все ссылки, напомню, будут в описании И закрепленном комментарии Уэсли Виссарс парень Непростой. Он и его семья Основатели и управляют брендом Винтаж Генетикс. Они предлагают Одежду, обувь, тренировочные снаряжения Персональные онлайн-коучинги, вдохновленные Бодибилдингом. В 2017 году Винтаж Генетикс совместно с Nutritech выпустили линию добавок для Бодибилдинга. В 2019 году Владелец Винтаж Генетик Уэсли Запустил собственную линию добавок Под названием Гладиатор Спортс Про Каждая из которых была лично разработана Виссарсом. Девушка-атлета, бывшая Зюдаистка Мерли Нууэн, является Владелицей Зала Фит-Джим, который Виссарс использовал с конца 2017 года для работы над получением своей Про-карты и многих наград на Многочисленных турнирах. У Эсли Виссарса Также есть младший брат по имени Кейн, который Является начинающим бодибилдером-любителем. У Виссарса и его девушки есть сын по имени Декстер И дочь по имени Лара. У Эсли Виссарс Наряду с Джейм Катлером, Дорианом Ядсом и Немногими другими, является для меня Отличным примером, когда в атлете Объединены такие аспекты, как генетика, Труд, заработки, терпение и разум. У Эсли на Сегодняшний день обладает такой сечкой и делением Тех же дельтовидных мышц, которых нет ни у кого На просцене, независимо от категории в данный момент. Все эти истории от синтольных атлетов, что это у них якобы Строение мышц такое, или это места инъекции воспалились, Являются бредом и оправданиями. Трудно придумать Оправдание синтолу, когда строение твоих мышц Противоречит анатомии и здравому смыслу. Вспомните всех атлетов 70-х и 80-х, там такого пластилинового Ужаса, как сейчас, не было, за редким исключением. А сегодня пластилин везде, и такие как Уисерс, сегодня Как белая ворона. Это стало редкостью, когда Атлет до последнего удерживается от масел, чтобы стать первым, Как Крис Бамстед, с синтолом в плечах и руках, например. На этой Олимпии прогнозирую у него второе место, я сейчас Про Уэсли. И постепенное вытеснение синтольного Бамстеда, который Держится на троне благодаря своим медиа и спонсорам. А его форма достаточно, чтобы не вызывать вопросы при Той медиа-поддержке, которая есть. Ну, собственно, об этом Даже сам Уэсли говорил в подкасте три дня назад. Но у него, конечно, есть своя аура, репутация, что он Крис Бамстед. Он пятикратный чемпион. Он самый популярный фитнес-блогер в мире. Он очень много значит для бодибилдинга. Так что тебе тоже придется это преодолеть. И у него всегда будет небольшое преимущество. Даже если у вас будет одинаковое телосложение, он все равно победит благодаря этому преимуществу. Почему бы им не дать ему победить, если мы так близки? Я имею в виду, что тогда всем будет все равно, если он снова выиграет. Потому что мы все равно близки. Так что мне действительно нужно быть лучше него, чтобы победить. Я это понимаю. Но я думаю, что это возможно. Если понравился Юдос, пиши фразу «Белок – это желток». Не забываем чекнуть мою телегу по заработку, а также телеграм-канал «18+,», где я публикую весь жесткий контент, который на ютубе по понятным причинам не снять. Каждый день в своем телеграме я разыгрываю 10 телеграм премиумов для своих зрителей. Так как подписчиков там немного, у вас есть шанс не просто его забрать, а сделать это несколько раз. И, например, подарить какой-нибудь девушке, другу или кому-либо еще. А если вам срочно понадобились деньги и завалялась лишняя квартирка, можете набрать по этому номеру телефона или написать соответствующий WhatsApp и решить все свои вопросы. Даже если квартира обладает некими обремениями, быстрый выход на сделку. Ну а с вами был Варгонин Дмитрий. До новых встреч, друзья!